Я просто очень люблю золото Итак, наша елка Я решила рассказать вам немножко про нашу елку Потому что всегда приходит очень много комментариев Посмотрите, как мы ее наряжаем Поэтому сегодня немножечко расскажу, что мы где покупаем Какая у нас елка И где мы купили шары для того, чтобы красть елку в этом году В общем, мы каждый год стараемся делать елку в определенной цветовой гамме У нас была уже черно-золотая Была в прошлом году красно-золотая, по-моему, тоже И в этот раз мы решили делать елку в стиле Тиффани Но шаров Тиффани мы не нашли Но нашли нечто похожее Поэтому сейчас будем экспериментировать Вот эту звезду мы купили в Америке в прошлую поездку, да? В Нью-Йорке Какой прикольный цвет Так, это опасно Тут красное Да Все золото здесь А это тебе Красиво? Так, что они серые Буквально понравился гномик Мы закончили с огоньками Будет выглядеть вот так Да Красиво? Очень Красота Музыка Кот у нас спокойно переносит елку, он не пытается ее завалить, что-то с ней сделать, съесть, сорвать игрушки. Ника тоже не трогает елку, то есть пару раз она пыталась снять игрушки, и важнее, чтобы мигали огоньки, ей очень нравятся огоньки разные, поэтому она первым делом, когда присыпается с утра и видит, что на елке не горят огоньки, пытается их включить. Вот это, конечно, не очень хороший момент, но мы хорошо прячем розятки, поэтому с этим все нормально. У нас елка такая классическая, больше здесь нет каких-то персонажей из мультиков, каких-то сказочных вариантов, просто классика, потому что на даче у нас елка сделана как раз вот из игрушек таких, эти, кстати, тоже не бьются, специально мы купили. Так что, когда мы на Новый год и на новогодние праздники поедем на дачу, она там этим, мне кажется, вполне насладится. Елка у нас искусственная, мы покупали ее год до 3 или 4 назад в твоем доме, там был очень большой, мне кажется, в этом году тоже, но мне был очень большой выбор искусственных елок, она у нас высокой достаточно, мне кажется, что это около, ну, 3, наверное, метров. Мы совершенно спокойно относимся к искусственным елкам, то есть не нужно вот это, знаете, чтобы был точно аромат, я вот, не знаю, мне как-то с детства пошло, что я когда приезжала и видела у друзей, у меня всю жизнь была искусственная елка, и когда я приезжала и видела у друзей настоящие елки, мне всегда казалось немножко странным. Они менее пушистые, они осыпаются, они... Кот, не кусай меня, пожалуйста. Тебя покормить? В общем, они какие-то были всегда плюгавенькие, и, ну, в целом, как бы, я совершенно спокойна к тому, что елка искусственная, и не вижу смысла покупать настоящую. Кстати, если я правильно помню, знаю, то можно купить специальные ароматизаторы для елок, чтобы она пахла как настоящая, но мы так не заморачивались. Шары мы каждый год стараемся вешать разные, разные цветовые гаммы. В этот раз мы хотели Тиффани, но Тиффани не было, поэтому это будут такие нежно-бирюзово-голубые, не похожие на Тиффани, и немножко золота. Где мы обычно покупаем игрушки? Мы базовые игрушки покупаем в твоем доме и в обе. Игрушки другие какие-то отдельные, красивые, особенные, но более дорогие мы покупаем в Стокман, в Цуме, в Гуме можно посмотреть, в Зара Хом красивые игрушки. Я в этом году, кстати, еще не видела. Наша гирлянда. Всегда очень много вопросов про гирлянду. Гирлянда у нас не какая-то супер особенная, это гирлянда для улицы. Мы просто сразу купили огромную гирлянду для улицы и поместили ее под елку. Всего у нас... Всего у нас три гирлянды сейчас, мне кажется, если я ничего не путаю. Одна в самом низу лежит огромная, уличная. Потом еще одна уличная идет вот так вот. По елке. И в этот раз мы купили в обе, по-моему, за 990 рублей, что ли. Еще одну гирлянду более тонкую, она идет уже для елки, но в такой же цветовой гамме, и она такая же темная, поэтому все очень хорошо сочетается. И они подходят друг к другу и смотрятся очень гармонично. Елку мы каждый год ставим рано, мы ставим в начале декабря. Как правило, мы просто уезжаем куда-то отдыхать на Новый год в теплые страны, поэтому хочется создать вот это настроение праздника, которое присуще только Москве и холодному какому-то климату, когда все ставят елки, и по-настоящему чувствуется вот этот дух Рождества и Нового года. В теплых странах такого нет, поэтому мы всегда ставим заранее, чтобы насладиться вот этим моментом, и потом уже где-то до 20-х часов декабря улетаем. И там все по-другому. Если у вас будут какие-то вопросы по елке, по тому, где купить определенную игрушку, спрашивайте в комментариях, я все расскажу, если это еще возможно, потому что многие игрушки мы покупали год, два, три назад, и поэтому... Хотя в некоторых магазинах коллекции повторяются, например, мне кажется, в Стокмане можно встретить то, что мы купили в прошлом году. Да, в этом году, как вы уже поняли, мы празднуем Новый год в Москве, это осознанный выбор, поэтому мы сейчас целую две недели отдыхали в отпуске на Мальдивах, и хотим впервые за долгое время, не знаю, какое-то обоюдное решение получилось в этот раз, нам хочется остаться в Москве. То есть, знаете, скорее полететь в теплые края, чтобы закончить быстрее зиму где-нибудь в феврале или марте. А в этом году настроение остаться в зиме и отпраздновать Новый год здесь, в Москве, с малышкой. В том году мы летали на Бали, и в том году хотелось улететь на Бали, очень хотелось с друзьями встретить Новый год, в тепле. Тем более, Бали для нас очень особенное место, и я всем рассказываю, кто еще не был на Бали, что если вы отправляетесь туда, не смейте ехать туда на неделю, потому что это ничтожно мало. Если есть возможность, на две, тем более на новогодние праздники, или даже на три. Нам трех никогда не хватает, потому что на Бали ты не воспринимаешь текущее время как отпуск. Ты живешь там, и чем дольше ты живешь, тем больше тебе нравится, и тебе трех недель недостаточно, чтобы насладиться моментом, недостаточно, чтобы тебе это надоело. Бали не надоедает вообще. Была бы возможность, я бы пожелала там совершенно спокойно месяца два-три, и возможно тогда бы я решила, что да, теперь пора улетать. А две-три недели на Бали, это, конечно... Вот, я отвлеклась. Мы сегодня уже купили подарки, некоторые подарки начали покупать нашим друзьям. У нас будет на следующей неделе новогодняя, предновогодняя вечеринка. Мы собираем очень узкий круг друзей, семейные пары, с которыми хотим предотпраздновать, потому что кто-то разъезжается, с кем-то мы не увидимся на Новый год. Скорее всего, вообще будем четвером дома встречать Никуся, Кот, Женя и я. Сделаю алюки. Мне кажется, у нас майонез в холодильнике лежит с того момента, когда мы в последний раз праздновали Новый год дома. То есть уже два года, возможно, он испортился. Я выясню. У нас нет каких-то особенных традиций. Единственное, вот да, то, что мы ставим елку рано. Она всегда делает разную цветовую гамму. Не обязательно, чтобы она подходила под свет и год того, что наступает. То есть в этом году у нас получилась золото-голубая елка. Что я вам еще не рассказала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И давайте на секундочку не будем супер взрослыми. Все-таки Новый год это все равно ночь определенного, даже если взрослого, нового волшебства. Поэтому я желаю всем вам поскорее поставить елку, чтобы у вас появилось то самое новогоднее настроение. Чтобы вы встретили Новый год с теми, кого вы любите, с кем вам хорошо. Мы с котом желаем вам хорошего вечера, дня, утра. Хорошего настроения желаем вам. Да, кот? Желаем хорошего настроения. По нему может быть непонятно, но он желает. Ну что-то вредина такой.